Лариса Леонидовна. Да, 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 да. Значит так, для истории. Шинкевич Лариса Леонидовна. Ну, значит, мы как все заканчивали один вуз. Распределение отработало три года на Украине и вернулось в славный город Бундера, Приднестровье, где отработала 25 лет, 15 лет с людьми и 10 лет с документами. Сначала с мирным мастером, потом начальником отдела кадров. Потом это дело все закрыли, завод объявили банкротом. И я перешла работать в Архив, где работающаясь. Замужем двое детей, сын и дочь. Сын женат и дочка. Имею муфта. Все, держи. Теперь после. Значит, где? Что бы вы сделали, если бы вам дали один вуз? Ну, открыла бы свое дело. Это похоронное бюро Бундера. И плюсы. Списывали на экзаменах. Покажите мне, давай, кто не списывал. С кем из своих однокурсников вы защищались? И когда? Это было 16 июня. С кем не помнило? Ты помнишь, как мы с тобой напились, дорогой Томой? Я не буду рассказывать. Сколько ты по защите? Три балла получила? Четыре. Ну, что-то ты пришел и плакал. А, я бы там расскажу. Это долго. Так, теперь про юморину. Юморину. Первая юморина была лет 35 назад. У нас есть фотография. Катя, я и Юта. Мы идем как с похороной. Помнишь? Это мы были на юморине. Кошмар не первый юморина. В Одессе не было ничего. Это для истории тоже может быть. Так. Семейный опыт. Ну, слушайте, можно рассказывать долго. Мы тогда не успеем и в столовой. Ну, что, коротенька не надо. Так. И когда и где бы вы хотели встретиться с ним? Ну, в стенах института, но я не знаю, через год получится на 40 метров больше. О-о-о! Следующий год. Следующий год. Нет, ради кого я собралась и приехала, как пенсионерка 35 копеек до границы, а потом на вашу валюту 15 гривен. Ну, как вы сможете все приехать, мне скажут, и партия в Катерина на лице, и я поехала. Все, да? Виталик, высенька и закрываем. Подобляете себя сам? Спасибо. 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 Так у меня всегда и на занятиях было. Чепразова, Шинкевич, Янцеловский. Это уже тогда, когда уже никто не слушает, преподаватель тем более, что-нибудь там рассказал, и все, там что-то поставили, и все. Янцеловский Виталик. Я тоже, как сказала Лариса, для истории. Ну, живу в Новой Ушевце, Кмельницкая область. Может, кто знает. Знает. Ну, на вопросы я дам ответ, кратко. Много рассказывать не буду. Да, наводящие. Ну, о трудовом пути. Потому что там много таких вопросов. Ну, насчет курсового. Сам списывал, но я сам делал. Да, учился, если помнит, то учился я отвратительно. Но на экзаменах почему-то получал в основном пятерки, ну, четверки иногда. Вот. Нет, я просто вымыли за последние этих два дня. Перед экзаменами я все выучивал и сдавал. Вот. Ну, курсовые сам делал. Так. Ну, трудовой путь. После института 4 года отработал, я направление сам взял в министерстве, отработал 4 года главным инженером на Новой Ушевском концернном заводе. Потом 10 лет работал на нескольких предприятиях, там и старшим технологом, и начальником холодильника. А с 92-го года работаю начальником производства совместного украинско-немецкого предприятия по производству яблочного концентрированного сока. Ну, в принципе, я по специальности так всю жизнь проработал. Без работы я не сидел. Как говорила, в Вале ни одного дня я тоже при работе. Ну, из наших вот униканий, Саши, в Добрый день на производстве, видно, ну, сейчас немножко расширилось предприятие. Скажем, кому интересно, мы максимум вырабатываем 5 тысяч тонн яблочного концентратора. Яблочный концентрировал на сока, продаем его в основном Германину, часть в России, в России, в Украине. Вот, ну, что еще? Ну, по этим, да, женат, двое детей, двое внуков, внучки и дочки. Вот, по защитникам родины, ну, защитницы. Может, да, защитницы, может, не родины, но людей, боевистов у меня, дочки. Так что, кто из наших однокурсниц, тебе больше всего... Ну, нравились мне в основном все девочки из моих друзей? Ну, мамы, мамы, как репьи? Ну, только репьи. Как репьи? Ну, не знаю. Мам, мамы, говоришь, что ты лет пока, потому что... Ну, ты же мне нравилась, нравилась. Конечно, мамы. К сожалению, замужем была. Да. Ну, что еще? Да. Ну, любимый муж. Это я любимый. Как вопрос? Я, да, любимый. Ну, если бы не любимый, то, наверное, да. Ну, по транспорту, по даче. Да, что это такое. Ну, я думаю, каждый, кто имеет диплом инженера и закончил факультет в инсулировании, да еще и работает по специальности, вот, продолжили иметь машины, да, вообще, и все. Это же такая работа, которая предполагает, ну, это все. Да, все. Большое спасибо вам, Баби, за организацию. Ну, Люду, Тобю, Наташу. В интернете я понаходил Сашу, я с ним общался давно. Мы работали, вот, в органах. Я практиковал его аспиралку. Ну, этот мой рассказывает. Ну, этот, как время. Мы сидели, а я стоялся. Да, ты стоялся, да. Уважаемые однокурсники, уважаемые одноклассники, одноклассники. Я с удовольствием, конечно, приехал сюда, бросил все. Несколько слов о наших друзьях, потом я немножко о себе. Вы помните, что в институте я дружил, у нас было три друга. Огурцов и Орищенко Коля. Огурцов это известный сегодня в Одессе концертчик, как правильно нужно говорить. Я смотрю, многие называют концертчик, это неправильно. Фан Юнг и Флаунбаум всегда говорили концертчик через букву С. Это подчеркивало, что это одесская школа. Так вот, Огурцов в Италии, он не смог приехать, но это человек добрейший, человек, который очень много раз приезжал, организовывал, но приходило по два-три человека, он мне вчера сказал, я приезжаю, заказываю ресторан, а никто не приезжает. Он сегодня в Терчи не приехал. Коля Орищенко, помните, да? У нас было так, Коля Орищенко самый красивый, огурец самый выносливый, а я самый сильный был. Так вот, Орищенко в нашу комнату уходил, когда мы только садились кушать. Это был Володя Саевич, это был Дима Койчев и Залозецкий. Потом Залозецкий влюбился, вы помните, его хотели выгнать из института за то, что он целовался с Наташкой, а студсовет запрещал целоваться вечером на кровати. И потом мы Колю Орищенко приняли к себе. Вот так мы дружили. Были еще Таня Кириленко и Таня Ведметко. Они мастера спорта по художественной гимнастике, и мы втроем всегда ходили. И если вы помните, я сидел на лекциях и всегда засыпал, и они меня толкали. И мы с Юрой были тогда спортсмены, и я помню, когда после первого курса мы с Юрой пришли, мы были спортсмены, не первого разряда, а у нас были высшие разряды. И мы пришли к Мясковскому. Где-то здесь, в пионерском лагере, быть инструкторами физкультуры. Мы были такие... Он был стройный боксер, я был борец. А Мясковский, вы помните, да, он разбился на машине. Сейчас все организую. И направляет меня в общежитие номер 3 на все лето убирать уборщиком, дворником. Я отработал все лето дворником, я не знаю, Юра куда уехал, или где ты был. Нет, тебе тоже. То есть... Это в моей жизни был первый раз, когда меня, так сказать, поставили на место, чтобы я знал, что не умничать. Так вот, первая девушка, которая мне понравилась, это потом... Это жена потом стала Мясковского. Она... Вы помните ее, да? Лена. Ну, это был такой образ такой, значит... Таня Кириленко работала на заводе инкерманском марочных вин, потом у нее случилась трагедия. Сначала она вышла за Димку Демина, вот. А мы с Таней должны были пожениться, но не получилось. Демин перехватил ее. Какое царство? Демин перехватил. Царство ему небесное. Демин, кстати, умер в 2005 году, знаете, да? У нее тяжелая болезнь была. Димка стал кандидатом наук на год раньше меня. Я немножко опоздал. Я первый раз не поступил в аспирантуру. Магарач. В 81-м году, что Таня расстается Кириленко с Деминой. Выходит замуж второй раз. Потом у нее рождается мальчик. Она в инкерманском заводе становится главным экономистом. Где-то лет 5 или 6 назад. И у нее становится душевная трагедия. Таня Ведьмедь, она закончила еще педагогический факультет нашего института. Тренером работала. Сейчас у нее своя фирма. Она занимается, делает, вяжет детские вещи и живет там около толчка. Огурцов Виталий прошел очень сложный путь. От мастера до главного инженера. Я Огурцов Виталий Викторович. Родился в Одесской области, Татарбунарский район, в село Нерушай, в 1955 году. В этом же селе закончил восьмилетнюю школу в 1970 году. Среднюю школу закончил в районном центре Татарбунары в 1972 году. В этом же году поступил и закончил в 1977 году Одесский технологический институт пищевой промышленности имени Ломоноса. Затем в 1991 году закончил аспирантуру Московской технологической академии и защитил диссертацию по проблемам биотехнологического развития консервной отрасли. 23 года построил и проработал на консервном заводе Ильичевский, предместрах города Одессы, который в 1994 году был приватизирован в пользу одиозных чеченских структур. И весь коллектив в составе 700 человек потерял работу и потерял надежду на развитие как завода, так и всего Бессарабского края, который являлся основным поставщиком сырья для заводов города Одессы и города Измаила. Ныне эти заводы находятся в колоссальном убыточном состоянии и, более того, Измаилитский консервный завод вообще разрушен и, как сегодня, является одним из вариантов деградации всего населения Бессарабии и, в частности, населения Татарбунарского района. В 1995-м предательство директора было, и Огурцов, имея завод, остался ни с чем. Его обворовали. Женя Золотарев в Италии где-то больше, чем на 100 тысяч забрал деньги и исчез. И около миллиона денег он собрал в Одессе. Он сейчас где-то прячется в Австралии. Этот жулик Женя. Вот это все наша жизнь была. Бессарабского трагедия. Он вынужден начать с нуля. Сегодня он востребован со своей сестрой. И с женой своей. Другая жена тоже наш институт, автоматику закончила. Он живет счастливо. У него сын учится в мореходке. И они создали фирму, занимается проектированием. Где мы находимся, Италия? Центр Бессараби. Центр Бессараби, да? В границе с Румынией, да. А что, идемте, идемте. Италия, ну где? Это ваша хата, Батьковщина ваша. Мы с тобой находимся. Здесь ты вырос, родился. Скажи, пожалуйста, вот какие... Я здесь до 15-летнего возраста я здесь жил. Какие чувства от тобой здесь, так сказать, в Девят? Чувства дичайшего негодования нашим государствам. Несостоявшимся государствам. Просто. Почему ты здесь не живешь, в этом селе? Потому что здесь невозможно жить нормально. Ну, а если сделать скважину пробурить? Что такое скважину? Да, скважину. Единственный источник водоснабжения Бессараби – это колодцы. Вода чрезмерно минерализована, пить невозможно. Поэтому колодцы должны быть глубиной не меньше 40 метров. Понял, да? Здесь эта вода используется для технических нужд. А дальше что? А отопление, а газ, а это... А топлива никакого нет? Никакого. Вот люди ходят по полям, собирают кукурузу. Ну, а если шахтерский край подключить? Ну и что? Шахтеров сюда уголь дать. Он есть, пожалуйста. Его можно купить элементарно. Он дорогой, да? Он дорогой, и не в этом же дело. Сам же уголь. Нужны дрова, их здесь нет. Да здесь вообще инфраструктура нулевая. Поэтому, естественно, здесь жить никто не будет в таком виде. Сколько человек все лежат сейчас? Прописанных много, но живущих очень мало. Все в Одессе, в Киеве, в Москве, в Италии. А ты прописан здесь? Нет, конечно. А хочешь продолжать здесь дело родителей своих? Нет. Почему? А продукция-то не востребована. Повыращивать? Виноградники тоже становятся не востребованы. Переработки. Все заводы вокруг не работают. Приемо-заточные пульты закрылись. Заводы непонятно, каким образом перепродаются ежегодно новым хозяевам, а работы как таковой нет. То есть перспективы нет? А сына своего сюда бы направил? Никогда. Никогда. Сыну у меня в другой отрасли будет работать. Вы, брат и сестра, здесь выросли. Скажите, почему вы не хотите здесь продолжать дело своих родителей? Это дверь. А? Это обьяснялся. Это обьяснялся. А? Я ему объяснял. Что объяснял? Политика нашего, несостоявшегося государства, этому прикидывает. Здесь жить, скоро здесь будет пустыня. Через 10 лет здесь вообще мы приедем, будет пустыня. Люди все повыезжают просто. Оставались только глубокие старики. И к ним приезжает вот человек с Молдавии приехал, его схватил. Виталий, вот ты любитель футбола. В Донецке построили стадион. Сколько-то там миллионов туда влупили долларов? 450 миллионов долларов. А если бы сюда дали хотя бы половину, Что бы было здесь? Ничего. Помидоры выращивали? Ничего бы не было. Уже нет людей, некому давать. Деньги же не решают вопросы. Решают вопросы программы. А ты пришел бы, приехал назад сюда? Нет. Почему? Потому что здесь жизнь пришла в упадок. Ну как у панок. Я помню, свадьба здесь была. Вот гуляли мы твою свадьбу здесь. Фильм остался, нет? Да, ездит. Еще мне нравилась Галантер на первом курсе. Ее здесь нет. Удивительная девушка. Мне она очень нравилась. Да, красивая такая была. Но я думал, что это Михаленко. Это не Галантер. Потом Коля Орещенко должен был тоже со мной сюда приехать. Но ему неделю назад вырезали желчный пузырь. Он звонил. Он полковник. А, рассказать? Есть такие вещи, о которых вы не услышите нигде. Значит, Залозецкий, с которым мы жили в одной комнате, и он закончил техникум. Он был среди нас самый крутой. Дима Кочев, мы жили в комнате. Он был немножко постарше. Но не такой крутой, как Залозецкий. Володя Саевич живет в Колыме. Вы знаете, да? Работает агрофирма «Пруд». И Залозецкий сейчас живет в Золотоноше. Он главный инженер или уже генеральный директор очень большой компании по продаже оборудования для сельского хозяйства, комбайны по уборке и так далее. И он же с Наташей со своей живут. Там же в этом городе знаменитый Балакальчук. С очень милой, красивой женой. Таня Луговая. Как? Таня Луговая. Таня Луговая. Я пытался через Олю Паюк. Вы помните, Оля? Они почему-то не приехали. Я с Олей разговаривал. Коля Рещенко также был на Черкасском заводе. Кто-то работал из вас на Черкасском консервном заводе. Но случилась беда. Девочке оторвал шнек ногу и ему пришлось уйти с завода. Он пошел в милицию. Он закончил два наших образования, консервщик и экономист. И закончил харьковский милицейский. И закончил киевский высшую школу милиции. И имеет четыре высших образования. Полковник. В 96-м году Коля приехал ко мне, а я живу в Киеве, на Печерске, около Печерской лавры. И показал мне полный багажник номеров. И говорит, что я сейчас работаю по коррупции в высших эшелонах власти. И он жил у меня на квартире. Он ездил в Славутич и каждый день приезжал. И рассказывал, что каждую неделю из Славутича уходят деньги. Кто-то из вице-президентов отправляет деньги за кордон. И попросил меня выйти на Лазаренко через Академию Нору. И я начал уже выводить его на Лазаренко. Потом Коля нашел этот материал с подслушающими устройствами, с видео, с пушками, со всей техникой. Он нашел и говорит, что завтра идут к генералу доклад делать. После этого он исчез. Полгода его не было. Потом, как он установил, он раскрутил этого Лазаренко. Самого Лазаренко раскрутил. Но этот генерал его спрятал. А потом Коля Орещенко направили главным налоговым милиционером в Симферополь. И он в Крым. В настоящее время он работает директором очень крупной компании по производству прицепов. И с друзьями создал, имеет офис, имеет свой супермаркет, магазин. Скромный человек и хотел тоже сюда приехать, потому что он всех нас, первокурсников, любит. Вы его помните с первокурса, такой синей майки, вязаной и так далее. О себе немножко, два слова. Обязательно. Родился я в городе Макеевке. Это 14 километров от того места, где родился я Нукович. И закончил технику металлургическую. Но после техникума у меня был синий диплом. В институт на стационар не брали. Поэтому я закончил еще и вечернюю школу. И поступил сразу в два института. В Донецкий политехнический и сюда на пищевой. Но поскольку учиться тогда в то время запрещалось, и выгоняли, я скрывал. И хочу вам сказать, я ходил немножко такой, как ущемленный. Залозецкий мог сказать, что он техникум закончил, а я не мог. А меня считали немножко вторым сортом, потому что я школу вечернюю-то закончил, понимаете. Потом мы учились. После института я был направлен. Десять лет я отработал на заводе от мастера. Девять лет я строил завод. Один год поработал. И потом началась эта борьба. И пришлось завод закрыть. Потом я ушел в аспирантуру. Сделал диссертацию. Но в 85-м году я не смог ее защитить. Она была по вину. Через два года я защитил кандидатскую. В 87-м году. Потом я был безработный. Даже ходил со своим дипломом. И мне Крыжановский, помните, Крыжановский был, Станислав, главный консервщик нашей страны. Говорит, вот бы если бы у тебя технолог, он был не винодел, а консервщик написан. Я бы тебя взял на работу. Но так случилось, что даже я хотел уйти в медицину, потому что винодел не буду принимать. Потом я снова в 93-м защитил докторскую. В докторантуре закончил Магарач. В 92-м году получил государственную премию в области науки и техники за то, что разработал в 85-м. За то, что запретили. Работал в Академии наук, преподавал 10 лет в университете, в Киевском университете. В настоящее время у меня своя лаборатория, есть сайт свой. Есть маленькое производство, я уже выпускаю. Пожелание. Я с Сашей могу, он очень красиво, хорошо выступил. Я бываю не в себе, когда украинцы называют москалями, или русские называют москалями. Я родился в Киргизии, вырос в Одессе, живу в Москве. И когда Саша очень красиво говорил о нападении Агурцова чеченской мафии, я чеченец. Я горжусь, что я мужской нацепной мафии, и слава богу, что нет третьей нацепной мафии. Есть люди, есть люди. Да, не лето, не лето. Очень рад был бы Сашку. Но я не хотел обидеть тебя. Нет, абсолютно нет. Я просто хочу, чтобы вы красивый человек, дом карнаук, в следующий раз, значит, осторожно, да? Да, не доставожность. Не надо быть осторожностью. Надо, наверное, любить в сердце. Потому что не садить. Пару, что я извините. Принимаете? Дел в том. Да, надо же. Да, я тебе интересую. Я хочу сказать, что я забыла сказать, в раздельных проживает Миша Ярушевич. Ярушевский. Но он не приехал, не знаю, по каким причинам, но большой привет запередовал. Кто передавал привет еще Дитой, Жене, она не могла приехать по вашей дилем причинам. И передавала большой привет Наде Чернецам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!